Русские народные сказки. Мария Марьевна. Русские народные сказки. Фёдор Тугарин с сёстрами во зелёный сад погулять. Вдруг нашла на него туча чёрная. Стала над садом гроза страшная. «Пойдёмте, сестрицы, скорее домой», — говорит Фёдор Тугарин. Только пришли в избу, как грянул гром. Раздвоился потолок и влетел к ним в горницу ясен сокол. Ударился сокол об пол, сделался добрым молодцем и говорит. «Здравствуй, Фёдор Тугарин. Я не гостем к тебе прилетел, а сватом. Хочу у тебя сестрицу Марью-девицу посватать. Если любь ты сестрице Марьи-девице, я её не унимаю. Пусть за тебя идёт». Марья-девица согласилась. Сокол женился и унёс её в своё царство. Дни идут за днями, часы бегут за часами. Целого года, как не бывало. Раз поехал Фёдор Тугарин с сёстрами-девицами на охоту, затравил красного зверя, вдруг ударил гром, распалилось небо, взлетел орёл, ударился орёл о сырую землю, сделался добрым молодцем. «Здравствуй, Фёдор Тугарин. Прилетел я к тебе сватом. Отдай за меня Ольгу-девицу». «Если ты любь Ольги-девицы, пусть за тебя идёт. Я с неё воли не снимаю». Вышла Ольга-девица за орла замуж, и унёс он её в своё царство. А тут налетел и чёрный ворон, забрал замуж Анну-девицу. И остался Фёдор Тугарин один-одинёшенек. Скучно ему стало в родном дому, сел он на доброго коня и поехал себе счастье искать. Вот едет-едет, и наехал на бранное поле. Лежит на поле чужая рать, сила побитая. Русских богатырей на поле мёртвых нет. Крикнул Фёдор Тугарин. «Коли есть тут жив человек, отзовись!» «Кто побил это войско великое?» Отозвался ему жив человек. Всё это войско великое побила Марья Маревна, прекрасная королевна. Удивился Фёдор Тугарин. Поехал дальше. Наехал на шатры шелковые. Вышла к нему навстречу Марья Маревна, прекрасная королевна. «Здравствуй, добрый богатырь! Куда тебя конь несёт?» «По воле или неволе?» Отвечает ей Фёдор Тугарин. «Добрые молодцы по неволе не ездят». Ну, коли дело не к спеху, Погости у меня в шатрах. Фёдор Тугарин тому и рад. Семь ночей в шатрах ночевал, За полным столом пировал, Красного зверя бил, До песни пел. Полюбился он Марьи Маревне, И взяла она его себе мужья. Вот приехали они в её королевство, И год прожили, И второй провели. Ладно, дружно жили. Да вдруг собралась Марья Марьевна, Прекрасная королевна, На войну. Стала она Фёдору Тугарину Всё хозяйство сдавать И приказывает. Везде ходи, За всем присматривай, Только в чёрный чулан Не заглядывай. Только Марья Марьевна уехала, Не стерпела душа у Тугарина. В тот час он бросился в чёрный чулан, Отпер дверь, глянул, А там висит на цепях Кощей Бессмертный, На железных крючах повешен. Просит Кощей у Тугарина, Пожалей меня, Фёдор Тугарин, Десять лет я здесь мучаюсь, Десять лет воды не пил, Совсем в горле пересохла. Фёдор подал ему ведро воды, Кощей за один дух выпил И ещё запросил, Мне одним ведром Не залить огня, Дай ещё. Фёдор подал другое ведро, Кощей выпил и третий запросил, А как выпил третье ведро, Вернулась в него прежняя сила, Тряхнул он цепями, Все двенадцать и порвал. Спасибо, Фёдор Тугарин, Не видать тебе, Марью Моревну, Во веки вечные! Выбил рамы из окон, Прочь и на волю вылетел, Нагнал на дороге Марью Моревну И своё царство уволок. Горько-горько заплакал Фёдор Тугарин, Снарядился и пошёл В путь дорогу. Жив не буду, А отыщу жену любимую, Вот он день идёт, И месяц придёт, Вдруг видит, Дуб стоит, На дубу ясный сокол сидит, Ударился ясный сокол озим, Сделался добрым молодцем. Здравствуй, Шурин любезный, Фёдор Тугарин, Куда направился? Иду искать жену мою, Марью Моревну, Прекрасную королевну, Её Кощей унёс. Ох, трудно тебе сыскать её, Дай мне перстень С твоей правой руки, Я по перстню знать буду, Когда на помощь тебе прилететь. Дал ему Фёдор Тугарин Перстень и пошёл дальше, Встретил он Орла Могучего, Встретил Шурина Ворона, Дал Орлу золотой поясок, А Ворону дал застёжку серебряную. Он год шёл и другой шёл, А на третий добрался До Кащеева дворца. В ту пору Кащей на охоте был. Увидала Марья Моревна, Любимого друга, Бросилась к нему, заплакала. Ах, Фёдор Тугарин, Любимый муж, Зачем ты меня не послушался? Посмотрел в чулан, Выпустил Кащея Бессмертного, Страшного ворога. Прости, Марья Моревна, Не поминай старого, Лучше садись на моего коня, Пока не видать Кащея Бессмертного, А вось не догонит. Сели они на быстрого коня, Поскакали прочь из Кащеева царства. Возвращался Кащей к вечеру домой. Под ним добрый конь спотыкнулся, На плече сыщ встрепенулся. Что ты, не сытая кляча, Спотыкаешься, А ли чуешь какую невзгоду? Отвечает конь. Фёдор Тугарин Марью Моревну увёз. А можно ли их догнать? Ещё можно пшеницу насеять, Дождаться, пока она вырастет, Сжать, смолотить, В муку обратить, Пять печей калачей напечь, Те калачи поесть, А тогда в погоню ехать. И то поспеем. Поскакал Кащей, Догнал Тугарина, Отнял Марью Моревну, Домой вёз. Поплакал, поплакал Фёдор Тугарин, И опять воротился назад за Марьей Моревной. Кащей бессмертного дома не случилось. Поедем со мной, Марья Моревна. Ах, Фёдор Тугарин, Он нас догонит. Пускай догонит, Мы хоть часок-другой вместе побудем. Собрались они и уехали. Вот Кащей домой возвращается, Под ним добрый конь спотыкается. Что ты не сытая кляча спотыкаешься? Фёдор Тугарин Марью Моревну увёз. А можно ли их догнать? Можно ячменю насеять, Подождать, пока он вырастет, Смолотить, пиво наварить, Да пьяна напиться. Хорошо выспаться, Да тогда в погоню ехать. И то успеем. Поскакал Кащей, Догнал Фёдора Тугарина, И срубил его в мелкие куски. Положил в смоленую бочку, Скрепил бочку железными обручами И бросил в сине море, А Марью Моревну к себе увёз. В ту пору, в то времечко, У зятьёв Фёдора Тугарина Серебро, да и почернело. Видно, говорят они, С Шуриным беда приключилась. Полетел орёл на море, Поднял сильные ветра, Море взволновалось, Выкинуло бочку на берег, Схватил сокол бочку, Занёсся высоко-высоко за облака, Бросил бочку на зим, Она упала и разбилась в дребезги, Принёс ворон живой и мёртвой воды, Спрыснул Фёдора Тугарина, Стал Фёдор жив-здоров. Ах, зятья мои, милые, Как я долго спал! Ещё бы дольше спал, Кабы не мы, Пойдём теперь, зятюшка, К нам гостить. Нет, братцы милые, Я пойду искать Марью Моревну, На твоём коне её не увезти. Ступай за три девять земель В тридесятое царство. Там за огненной рекой Живёт Баба Яга, У неё есть такая кобылица, На которой она каждый день Вокруг света объезжает. Достань от этой кобылицы Жеребёночка, Тогда Марью Моревну От Кощея увезёшь. Вот тебе, зятюшка, Шелковый платок. Махнёшь им правую сторону, Сделается высокий мост, Ляжет через огненную реку. Облагодарил Фёдор Тугарин Ситьёв и в путь отправился. Долго он шёл, не пил, не ел. Попалась ему навстречу Заморская птица с малыми детьми. Хотел Тугарин съесть цыплёночка. Заплакала заморская птица. Не тронь моих деток, Фёдор Тугарин, Может, и я тебе пригожусь. Пошёл он дальше, Видит в лесу улепчёл. Поем-ка я в слазь сладкого метку. А пчелиная матка отзывается. Нет, не тронь моего мёда, Фёдор Тугарин, Может, и я тебе пригожусь. Хорошо, пусть будет по-твоему. Побрёл он дальше, От голода шатается, Вдруг видит, стоит дом бабы Яги. Кругом дома двенадцать железных спиц. На одиннадцать спицах По человеческой голове, А одна спица пустая стоит. Вышла баба Яга, Костяная нога, Зубы острые. Здравствуй, бабушка. Здравствуй, молодец. Зачем пришёл? Не возьмёшь ли меня, бабушка, Кобылиц спасти? Изволь, молодец. У меня ведь не год служить, А всего два дня. Упасёшь моих кобылиц? Дам тебе золото. Если нет, То не гневайся, Торчать твоей голове На железной спице. Фёдор Тугарин согласился. Баба Яга его накормила, Напоила и велела За дело приниматься. Только выгнал он кобылиц в поле, Они все врозь по лугам разбежались, Совсем из глаз пропали. Тут он заплакал, Запечалился, Сел на камень, И сон его Сморил. Проснулся Фёдор Тугарин, Солнышко низко, Ночь близко. Не видно кобылиц, Да и не слышно. Что тут делать? Вдруг прилетела Заморская птица. Иди домой, Фёдор Тугарин, Все кобылицы По стойлам стоят. Воротился Тугарин домой, Баба Яга шумит, На своих кобылиц кричит, Ах вы, драные шкуры, Зачем вы домой воротились? Как же нам было не воротиться? Налетели птицы со всего света, Чуть нам глаза не выкололи. Но вы завтра по лугам не бегайте, А рассыпайтесь по дремучим лесам. Ночь переспал Фёдор Тугарин, На утро Баба Яга ему и говорит, Смотри, Тугарин, Если не упасёшь, Кобылиц, Если хоть одну потеряешь, Быть твоей буйной головушке На железной спице. Погнал Фёдор кобылиц в поле, Они враз разбежались По дремучим лесам. Опять сел Тугарин на камень, Плакал, плакал, Ты уснул. Вот солнышко село за лес, Прилетела пчелиная матка И говорит, Проснись, Тугарин, Кобылицы все по стойлам стоят. Да как воротишься домой, Бабе Яге на глаза? Не показывайся, Пойди в конюшню, Спрячься за ясли. Есть у Бабы Яги Шелудивый жадьбёнок, Всё в навозе валяется. Ты бери его И в полночь уезжай домой. Фёдор Тугарин пробрался в конюшню, За яслими спрятался. Баба Яга и шумит, И кричит на своих кобылиц, Зачем драные шкуры Домой воротились? Как же нам было не воротиться? Налетела пчёл, Видимо-невидимо, Со всего света Стали нас До крови кусать. Вот Баба Яга заснула, А Фёдор Тугарин Нашёл шелудивого жеребёнка, Оседлал его, Сел И поскакал прочь. Жеребёнок худенький, Ноги тонкие, Ноздри рваные, А скачет он, Как богатырский конь. Луга-поля Перебегает, Озёра переплывает. Вот доехали они До огненной реки, Вынул шёлковый платок Фёдор Тугарин, Махнул в правую сторону, Повис через реку Высокий Железный мост. Проскакал по мосту Шелудивый жеребёнок. Поутру пробудилась Баба-яга, Стала кобылить считать, А шелудивого жеребёнка Нет как нет. Вскочила Баба-яга В медную ступу, В погоню бросилась. В медной ступе скачет, Пестом погоняет, По мелом След заметает. Доскакала она До огненной реки, Поскакала она По железному мосту, Тут Фёдор Тугарин платком В левую сторону махнул. Подломился железный мост, Упала Баба-яга В огненную реку, Тут ей злодейки И смерть пришла. А Фёдор Тугарин Доскакал до Марьи Моревны, Посадил её перед собой, Нашитое седло, Домой отправился. Кощей бессмертный Домой возвращается, Под ним конь Спотыкается. Что ты не сытая кляча Спотыкаешься, А ли чуешь Какую невзгоду? Фёдор Тугарин Марью Моревну Увёз. А можно ли их догнать? Не знаю. У Фёдора Тугарина Конь Мой старший брат. Нет, Не утерпит моя душа, Говорит Кощей бессмертный. Поеду В погоню. Долго ли, Коротко ли Нагнал он Тугарина. Соскочил на земь И хотел его Острой саблей сечь. Тут взвился на дубы Шелудивый жеребёнок, Ударил копытом Кощея И убил его До смерти. А Фёдор Тугарин И Марья Моревна Поехали в гости. Спива к ворону, Потом к орлу, А там И к соколу. Зятья и сёстры Встречали их С радостью. Ах, Фёдор Тугарин, Уж мы Не чаяли Тебя повидать. Но не даром Там же ты хлопотал Такой красавицы, Как Марья Моревна, Прекрасная королевна, Во всём свете Поискать, Другой Не найти. Погостили они, Попировали они И поехали К себе Домой. И стали Жить, Поживать, Добра Нажевать И Медок Попивать. Медок Медок Медок